В Екатеринбурге на 18-м километре дублера Сибирского тракта, в том месте, где он скрещивается с речкой Мостовкой, являющейся притоком Исети, ну, в общем, в окрестностях поселка Кольцово и Часа Пополудни, при свете дня приключился смертельный, а точнее даже дважды смертельный замес с участием двух белых неодушевленных предметов – подорожника Киарио и Березы. Декорация такая. Четыре таджика ехали на автомобиле. В этот момент боль Крокуса пронзила некоторые сердца. Что, блин? Четыре таджика на автомобиле? А куда они ехали? И зачем? Спокойно, спокойно. Согласен, трагедия Крокуса еще долго будет бередить русские сердца, но тут совершенно другая ситуация, даже противоположная. Тут таджики пережили ужас. Мало того, что из четырех братьев двое погибли, так еще это случилось в мусульманский праздник Ураза-Байрам, что еще пуще омрачает трагедию. Кто-то спросит, а что это значит? Из четырех братьев двое погибли. В Кианке, что ли, ехали четверо братьев? Да, именно так. В белой Киарио, по дублеру Сибирского тракта, со стороны Тюмени, в стольный град Екатерины, ехали четверо братьев, таджиков. Какая степень родства у них была, не сообщается. Может, все родные, может, были двоюродные, да так ли это важно. Братья-мусульмане, по окончании постного месяца Рамадан, когда можно было пить и есть только в темное время суток, В праздник разговения у Роза-Байрам ехали в Екатеринбург, наверняка, чтобы в соответствии с исламскими канонами посетить родственников, накормить бедных, ну и что там у них еще. Ну, в общем, наделать добрых дел. Мы, видимо, спешили. Потому скорость Кианки, по словам очевидцев, была очень сильно за сотню. Хотя стрелка спидометра умерла на отметке 67 км в час, но это не всегда соответствует действительности. Известно, что за рулем Киарео сидел 23-летний таджик, да-да, именно гражданин Таджикистана, со стажем руления менее одного года и двумя нарушениями ПДД в активе. Откуда братья-мусульмане ехали в Екатеринбург, не сообщается, но очевидно, что большую часть маршрута они проехали. То есть автонеофит с рулем справился. Но на 18-м километре Дублера с ним случилось что-то. Что именно, неизвестно, но факт, что на односторонней, ровной, прямой, сухой трассе Кианку повело вправо. Да так неудачно, что она выехала в металлический отбойник в самом-самом его начале. Вот проедь Киарео еще буквально несколько метров, а на ее скорости это менее секунды, то есть буквально мгновение, и болид уперся бы правым боком в отбойник и отскочил бы на трассу. Но в том месте, где Кианка налетела на отбойник, он только начинался, и металл Аки-горочка поднимался от уровня почвы до высоты, собственно, самого отбойника. И по сути, этот взъем сыграл роль трамплина. Позже сторонним наблюдателям показалось, что Киа взмыла в воздух, нарушив все мыслимые законы физики. На самом деле, ничего она не нарушала, а вполне естественно, на трамплине взлетела, ушла вправо в сторону березового лесочка, на высоте около двух с половиной метров срубила русское народное дерево и упала на зим. Верхняя часть березы рухнула рядышком, и внешне напоминала стройные женские ножки, вырванные из стройного женского туловища. Береза, принявшая удар судьбы на себя, погибла, но, можно сказать, не вся, а наполовину. Возможно, этот подстриженный двух с половиной метровый пенек еще поживет. В Киа-Рио таджики тоже погибли наполовину. То есть, два пассажира погибли, а виновник замеса и третий пассажир выжили. И при таком полете и жестком приземлении это ли не чудо? Да, они в тяжелом состоянии, на каретах уехали в травматологию, но они живы. В отличие от двух своих братьев. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Киа-Рио, исправился управлением, совершил съезд в Кувет с последующим наездом на дерево. В результате данного происшествия два пассажира погибли. Водитель и пассажир находятся в больнице, в заболевом состоянии. Что побудило малоопытного Киа-Вода так сильно разогнаться и попасть на взъем отбойника, это, наверное, сможет рассказать только он сам. На суде. Ну, если, конечно, выживет. Наверняка он люто сожалеет о том, что убил двух братьев, да еще и в празднику Роза-Байрам, испортил настроение всем родственникам и, конечно, он сам себя корит. Но, по российскому закону, все же ему придется претерпеть не только внутренние муки, но и внешнее наказание. Вырисовалась ему 264-я часть 5-я УК. Трезвое автоубийство двух человек. За это Уголовный кодекс предполагает наказание до 7 лет зоны. Уважаемые участники дорожного движения, Особие инспекции Екатеринбурга призывают вас быть предельно внимательнее и бдительнее, судить правила дорожного движения и быть аккуратным при управлении красным комплексом.